Время новостей Время новостей Разминка как перед боем, но спокоен и невозмутим Концертный зал Чайковского – любимая площадка Акустика – вот в чем секрет Прекрасная Да? Черт его Просто прекрасная Что гудит Это специально сделанный зал Это для музыки? Нет Мирхольд сделал его У Романа Карцева со Жванецким общая визитная карточка. Известные миниатюры Раки давно не исполнял. Волнуются. Я уже лет 10 их не исполняю, поэтому мне приходится очень трудно вспомнить секрет. Очень трудно. А вещь эта сложная. В жизни никто не смог бы так написать, как Миша. Первая часть юбилейного вечера – поздравления друзей. Самые неожиданные. Ленкомовцы поют. У Андрея Макаревича для Жванецкого песня посвящения. У меня достаточно мало посвящений, потому что мне очень много людей, которых я настолько люблю. Он отдельный. Есть плохие авторы посредственные, есть хорошие – очень хорошие. А он вообще отдельный. Можно соревноваться с нескольким. Потрясающий человек, потрясающий писатель, потрясающий друг. Так что я думаю, что мы все должны выпить за его здоровье и за то, что мы все современники. Пока одни знаменитости поздравляют юбиляра, у других уже рождаются новые миниатюры. Вечер явно не обойдется без импровизаций. Жванецкий знает друзей. Концерт обещает быть интересным, но трудным. А после – плотный график гастролей. 17-го числа я уже в Днепропетровске. 18-го числа я в Киеве. 28-го выступления в Питере. В зале Октябрьской – это 4 тысячи там человек. Он достает из своего фирменного портфеля рукописи. Он сравнивает свое искусство с наукой. И там и здесь общее одно, говорит Жванецкий, должно быть обтекаемо и красиво. У меня короткое дыхание. Пишу коротко. Вот эти все намеки, полунамеки. То есть, если бы я продолжил, я бы опроверг сам себя. Поэтому я лучше остановлюсь. Сергей Юрский вспоминает, что 40 лет назад впервые исполнял Жванецкого на этой сцене. Он читал Пушкина, Булгакова и Зощенко. Жванецкий был начинающим. Геннадий Хазанов в образе Некрасова вспомнил всех великих Михаилов. Жванецкий оказывается одним из достойнейших. Удачи вам. Лучше говорить ни пуха, ни пера. Если говорите с артистом, выучите одну фразу. Ни пуха, ни пера. Это лучше, да? Вот скажите. Ни пух, ни пера. Черт. Юлия Козюкова, Андрей Тарасенко, служба информации, телеканала Культура. Дорога молодым открыта. В борьбу за национальную премию «Святая Анна» вступили воспитанники известных отечественных киномастерских, а также независимых студий и компаний. Все волнения готовы разделить с ними именитые наставники. Жюри возглавил кинорежиссер Владимир Грамматиков. Специальный гость фестиваля в этом году Танина Гойера. Каковы главные тенденции молодого фестивального кино? Репортаж Снежаны Артамоновой. Кинокритик, драматург, оператор, режиссер, актриса. В жюри «Святой Анны» вошли мастера практически всех кинематографических специальностей. На фестивале нет отборочной комиссии. Жюри предстоит отсмотреть и выбрать лучшие из 246 фильмов. Мне также было жаль, что не хватало экспериментальных работ. Такой хулиганской смелости было немного. Молодежь вообще стала серьезнее и консервативнее, признают эксперты. Дебютанты не стремятся эпатировать. Во многом идут вслед за мастером, перенимая его методы и приемы. Молодых кинематографистов теперь волнуют не столько свои юношеские проблемы, сколько в невозрастные, вечные темы. Одиночество, семейные проблемы, межнациональные отношения. Хорошо, что режиссура чаще стала обращаться к литературе хорошей. Режиссеры не сами пишут сценарии. Из таких фильм «Часы без стрелок». Он снят по мотивам антиутопии Оруэлла 1984. Режиссер картины – петербуржец Михаил Рубцов. Чувствуется, что люди, которые делают эти фильмы, хотят влиться в профессию, хотят делать нормальные картины, хотят, чтобы их картины показывались в кинотеатрах. На фестивале традиционно вручат награды в трех номинациях – игровое, документальное и анимационное кино. Специальный приз жюри за лучшую операторскую работу. Как отметили специалисты, в этой номинации традиционно представлены очень сильные работы. Мария Федорова, Кирилл Пальмовский, служба информации, телеканал «Культура». Премьера в Омском театре драмы. Молодые авторы заново исследуют трагедию Екатерины Измайловой. Режиссер Анна Бабанова поставила спектакль «Леди Макбет Моценского уезда» по инсценировке «Повести Лескова», которую создала молодой драматург Ярослава Пулинович. Почему классика вновь актуальна? Репортаж Динары Шамец. Реальность случившегося когда-то преступления подтолкнула Анну Бабанову изучать юриспруденцию. Над спектаклем наравне с режиссером работала и юридический консультант. Вместе они досконально изучали текст очерка Лескова, рассмотрели множество сегодняшних дел, посетили несколько судебных процессов. Ничто не может оправдать убийство. Никакая любовь, никакая страсть. Но почему-то эти люди вызывают интерес, именно эти персонажи Лескова, именно это произведение вызывает интерес. К нему все время возвращаются и все время хотят что-то новое оттуда, почерпнуть. Очерковость Лескова обязала Анну Бабанову быть максимально правдивой во всем. Сотрудники Сибирского культурного центра специально для этой постановки подготовили уникальный экспедиционный материал. В спектакле звучат услышанные у сторожилов омской губернии сибирские каторжные песни. С помощью режиссера по пластике Игоря Григорко актеру омской драмы пришлось за неделю освоить еще и азы циркового искусства. Вот такие раны. Ну это, конечно, актерское образование не предусматривает, наверное, какое-то цирковое и акробатическое направление. Такой нагрузки я давно не испытывала, потому что приходится и петь, и танцевать, и висеть в воздухе, и летать, и падать. На самом деле это такая страшная, но она такая красивая история. Здесь нет привычной хронологии событий, киноприем с быстрой сменой кадра, атмосфера купеческого дома сменяется тюремной камерой, сложен для актеров, но очень важен для зрителя, который становится участником судебного процесса, судьей. Какой вердикт он вынесет? Омская леди Макбет как индикатор морального здоровья общества, уверена Анна Бабанова. Динара Шамель, Станислав Валюженич, служба информации, телеканал «Культура», Омск. 250 ролей в театре, более став кино. Творческая карьера Владимира Самойлова началась после войны. 20 лет он отдал провинциальным театрам. Одесса, Кемерово, Горький. В столичные театры имени Маяковского актер пришел уже на пике кинопопулярности. Завтра исполняется 85 лет со дня рождения народного артиста СССР Владимира Самойлова. На фронт Владимир Самойлов ушел после освобождения Одессы в 44-м. В составе манометного отряда дошел до Брислава, но зимой 45-го был тяжело ранен и попал в госпиталь. После победы, мечтая о морских походах, вернулся в Одессу, но выйти в море ему было так и не суждено. На знаменитой Дерибасовской он встретил ту, ради которой круто изменил свою жизнь. Мама поставила условие, ты будешь за мной ухаживать только в том случае, если ты поступишь в театральный институт. Молодого фронтовика взяли сразу на второй курс. Закончив в 48-м театральное училище, Чита Самойловых уже не расставалась никогда. Меняя города и театры, шли навстречу успеху. Черноморское побережье поменяли на Сибирь. Восемь лет в Кемеровском театре, по признанию Самойлова, были самыми счастливыми в его творческой жизни. Тогда же он впервые получил приглашение на кинопробу. Меня Эрмлер пригласил на центральную роль «Неоконченная повесть». Такая была картина. На центральную роль репетировал со мной и с Гриценко Лидией. Репетировал что-то дня три, наверное, под рояль. Все это мы так хорошо все срепетировали. Я уже был готов сниматься, все на меня уложили. И только кто-то сумасшедшим крикнул «Мотор!» И у меня вот задергался этот самый щековый. Задергался вообще. И дергается вот такой, тик такой, тик. Тогда эту роль сыграл Сергей Бондарчук. Но Самойлов упорно продолжал двигаться к цели. В начале 60-х перебрались в Горький. Очередной переезд оказался непростым. Казалось, и сам город, и театр не хотели принимать актерскую пару. Но именно здесь Владимир Самойлов сыграл свою судьбоносную. Вечер III на московских гастролях театра произвел настоящий фурор. Приглашения от столичных театров посыпались моментально. Самойлов выбрал Майковку. К этому времени Самойлов снялся уже в 15 картинах. А после музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» его знала вся страна. Он очень переживал, что его знают только по этой картине. Собранная Гончаровым в 70-е годы труппа театра имени Майковского гремела на всю Москву. Эта фотография сделана во время гастроли театра в Харькове. Татьяна Доронина, Анатолий Ромашин, Александр Лазарев и Светлана Немоляева, Наталья Угундриева. В этом звездном составе Самойлову посчастливилось сыграть множество спектаклей, ставших классикой русского театра. Тогда ему казалось, что цель достигнута. Он всегда был с какой-то тайной. Он всегда был с какой-то загадкой. Такая манера. За ним всегда шел внутренний шлейф. Без малого 30 лет удал Владимир Самойлов в театр имени Маяковского. Он покинул труппу, когда ему исполнилось 60. Официальная формулировка в связи с выходом на пенсию. Никогда актер не уходит от хорошего. Он уходит от плохого. Но он ушел в театр имени Гоголя. На седьмом десятке перевернул очередную страницу творческого пути. Продолжил восхождение к намеченной цели. В 99-м он репетировал «Хараля Лира». Именно об этой роли он мечтал многие годы. Но не успел. В Новосибирске начался фестиваль немецкой культуры «Сибстанция». В его названии зашифровано несколько значений. Современная культура как субстанция, состоящая из разных компонентов, но единая. И Сибирь как станция, где встречаются и объединяются культурные потоки разных стран. С открытия осмотра репортаж Станислава Якушевича. Система координат, точка сближения, момент встречи. Столь разные толкования примеряет на себя второй фестиваль немецкой культуры «Сибстанция». На протяжении нескольких месяцев современные немецкие художники собирали в Новосибирске творческие впечатления, чтобы потом представить их публике. Фотограф Франк Штробель искал свою Сибирь в метро, на вокзалах, на улицах и рынках Новосибирска. В Новосибирске замечаешь определенное напряжение между прошлым и настоящим, между прошлым советским и движущим современным моментом. Именно это напряжение я и воспринял, как очень интересно. Художник Йованна Попич нашла свою историю в новосибирском аэроклубе. В основе инсталляции маршрут в небытие и полеты художника над городом, и пластинки с радиоактивными элементами, ставшие ярким символом памяти тех, кто следует по своему пути, пусть и с риском для жизни. Это меня очень тронуло. Мы, художники, тоже выбираем свой путь, ищем, пишем свой маршрут, как пилоты это делают. Главным событием первого дня фестиваля стала премьера фильма-балета «Ромео и Джульетта» с великой Галиной Улановой в главной роли. Дирижер Франк Штробель давно озвучивает киноклассику, но к шедевру Прокофьева, по словам дирижера, он шел долгие годы. Из картинки, из движения, из оригинальной партитуры я вытаскивал новые темпы, по сути, новую музыку к этому фильму. Великая русская музыкальная классика, восстановленная на пленке и воссозданная немецкими и российскими музыкантами, открыла фестиваль «Сибстанция», в котором культуры России и Германии подтвердили взаимные движения навстречу. Станислав Якушевич, Денис Верещагин, Андрей Беспалов. Служба информации телеканала «Культура» Новосибирск. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Григория Бояджиева. Известный исследователь театра, профессор, доктор искусствоведения. К его мнению прислушивались мэтры сцены. Его книги становились бестселлерами. Он занимался в основном зарубежной театральной школой и с удовольствием отдавал жизнь воспитанию учеников. Педагог Григорий Бояджиев творил чудеса. Сегодня студенты мастера самые авторитетные театроведы и критики. В библиотеке родного для Григория Бояджиева Гитиса теперь Рати – самое полное собрание его работ. Статьи, книги – одни только названия, лаконичные свидетельства его особого, неповторимого отношения к театру. Ведь получается, что Бояджиев исследовал душу театра, его поэзию, называя искусство Мельпомена «Вечно прекрасным». И его книги, на самом деле, тоже замечательные уроки. Уроки истории, уроки восприятия театра. У него было очень редкое теперь качество. Качество любви к театру не как носителю какой-то концепции, идей, а каждому мигу жизни театра, каждому мгновению сценического существования. Он влюбился в театр, когда увидел на сцене Михаила Чехова. Тогда труппу московского художественного гастролировал в Ростове-на-Дону. Выпускник педагогического факультета Григорий Бояджиев стал играть и ставить спектакли в театре рабочей молодежи. В 37-м в Ростов из Москвы перевели студию Юрия Завадского, и режиссер пригласил молодого человека заведовать литературной частью. Потом с труппой Завадского Бояджиев и уехал в Москву. Учился в аспирантуре ГИДИСа и там же начал читать лекции по истории Западноевропейского театра. Он совещал нам любить студентов, потому что идешь, да, идешь действительно к студентам, чтобы и себя показать, все-таки. Потому что это артистическая профессия, но прежде всего на них посмотреть, какие они замечательные. И как-то интересно, что ты можешь с ними, людьми абсолютно сегодняшнего дня, за которыми будущее, говорить об этом самом вечном искусстве. Когда о Бояджиеве говорят его ученики, затихает любая аудитория. К столетию, со дня рождения знаменитого театроведа, в Роте организовали конференцию, которая скорее была похожа на вечер воспоминаний. Когда я сейчас читаю, перечитывая его книги, я слушаю его живые интонации, потому что он, как человек театра, он ожидался в непосредственном общении. И он писал так, что когда мы читаем, даже те, кто его не знали, они слышат его живой голос. Ходили легенды, что в переполненном зале МХАТа сам Немирович Данченко приносил бы и Джиеву стул. Но в 49-м статья в газете «Правда» о безродных космополитах, подвергающем атакам искусство художественного и малого театра, перечеркнула судьбу многих критиков. Григория Бояджиева выгнали из ГИТИСа, и на несколько лет он стал затворником в своем кабинете. Но на кафедру он вернулся таким же влюбленным в театр. Он любил восторгаться. Это может быть даже чуть переувеличено. Сейчас, может быть, сказали бы, что он немножко такой сентиментальный человек, уж слишком романтически возвышенный по нынешним. Трезвым, доходящим до цинизма временам. Он писал о Мольере, Брехте и комедии «Дель арты», которая, наверное, наиболее полно отражала отношение Григория Бояджиева к театру, как к вечному празднику. Лилия Валиева, Максим Ашифмин, Дмитрий Александров, служба информации, телеканала «Культура». В параллельной программе фестиваля «Золотая маска» под названием «Маска плюс» экспериментальный театр «Артишок» представил спектакль «Клоуны». Эта философская драма стала ответом критикам, которые окрестили клоунами актеров из Казахстана. Нужны ли современные театральные сцены клоунские репризы? Репортаж Юлии Кундряковой. 1910 год. Город Верный, бывшее название Алматы. Все вокруг ожидают экологическую катастрофу, землетрясение, реальный исторический факт. И на фоне этих тревожных предчувствий здесь впервые появляется цирк. Цирк! Город есть? Цирк! Лоб! Будет! Их пятеро. Они встретились и решили создать цирк. В эпоху перемен, потрясений и страха они просто забываются на манеже и ставят свои странные номера. Это очень странно. В реальном мире кучка людей, которые делают что-то такое совершенно странное и нереальное. А может быть даже никому не нужное. У каждого актера есть свой прототип. Реальные клоуны 20 века. Вероника сразу поняла, что будет играть Юрия Никулина. Сходство налицо. В спектакле его имя Джакома. Добрый клоун. Злой белый клоун Карн Валентин, чепуха, клоун с не сложившейся актерской карьерой, сам Намбула и музыкант Ром. Вся эта странная кампания закрыта от реального мира и в то же время отражает его как зеркало. По мнению режиссера Калинина Пьяновой, клоунада это не юмор, а сатира. Злыми клоуны становятся именно в моменты каких-то перемен, кризисов и так далее и тому подобное. И поэтому спектакль получился достаточно, я думаю, злой. В спектакле возродили известные клоунские репризы 20 века. Номер отела из цирка Соломонского, сам Намбула, Тристана Реми, а ближе к финалу продажа цирка Карла Валентина. В постановке много акробатических трюков. Работая над ними, актеры консультировались с цирковыми мастерами. Это импровизация, это гротеск и много элементов физического театра. Есть элементы контемпора и дэнс. То есть это такой компот. Все эти странные герои размышляют о том, нужен ли вообще весь этот цирк. Кто-то из них уходит, а Шапито в конце концов продают. Юлия Гундрюкова, Максим Ашехман, Служба информации, телеканала Культура. Выпуск подготовила для вас Служба информации, телеканала Культура. Приятных выходных и до встречи. Продолжение следует...